Присоединяем к нашему эфиру политолога Владимир Офисенко. Владимир, добрый вечер. Спасибо, что нашли время. Приветствую вас. А вот насколько вы считаете логичным шагом со стороны государства, и учитывая вопросы национальной безопасности, это приравнивание коррупции к государственной измене во время военного положения? Учитывая, что коррупция, особенно в сфере обороны, в сфере, которая бьет по эффективности государства в различных сферах, например, энергетика, инфраструктура, если там коррупция ослабляет позиции государства или приводит к некачественным государственным закупкам, ну, конечно, это бьет по государственной безопасности, по национальной безопасности в условиях войны. В этом смысле логика в предложении президента есть, несомненно. Ну и, конечно, президент и сам, я думаю, крайне недоволен тем, что он видит информацию, которая к нему поступает. И я думаю, что он возмущен даже больше, чем простые украинцы. Но он всегда чутко воспринимает и общественное настроение в этом плане. И идея усиления наказания за коррупцию, ведь она была и раньше. Я вспоминаю, когда только создавали новые антикоррупционные институции в 15-м году, в 16-м, когда были дискуссии, тогда многие политики предлагали и пожизненное наказание за крупную коррупцию, за масштабную коррупцию, ну и просто увеличение тюремных сроков. Ну, сейчас это произойдет по факту. То есть будет примерно одинаковая мера наказания. Но на что обращу внимание? Важно не только усиление наказания за коррупцию. И то, что это будет, ну скажем так, приравнено к государственной измене. Это решение само по себе правильное. Проблема ведь в другом. У нас, вот если взять дела по коррупции, вот я немножко слышал предыдущий репортаж, анонимный комментарий представителя НАБУ, им ведь надо о другом задуматься. И, кстати, не только им, и Офису президента, естественно, и Верховной Раде, тем более. Почему не работает в полной мере система антикоррупционных институций? Я приведу один простой факт. Первые, наиболее резонансные дела по коррупции, которые были открыты в 2016 году, вот в судах уже находятся первые такие дела. Там по Носиру, по народному депутату Милиниченко и так далее. Находятся пять лет уже. Пять лет. И мы пока не знаем, когда будут какие-то решения. По другим делам, которые были чуть позже, похожая ситуация. В судах затягиваются судебные процессы на многие годы. И адвокаты обвиняемых имеют возможности затягивать до бесконечности эти судебные процессы. Плюс уже есть ситуация, когда вступает в силу срок давности. То есть две технологии работают одновременно. Сначала максимальное затягивание судебного процесса. А иногда и следствие, кстати, идет тоже долго, несколько лет. И тоже, видимо, не случайно. А потом срок давности, который у нас короткий. Вот в чем проблема. Поэтому и эту проблему процедурную, процессуальную проблему тоже надо решать. Для того, чтобы люди увидели, схватили коррупционера, расследование, суд, который длится не много лет, а год максимум два. А люди потом видят, либо, допустим, если человек невиновен, его оправдали, если виновен, он наказан. А просто повышение наказания. Это правильно, но этого недостаточно. И что касается последственности. Вот тема, которая обсуждается. Я могу подтвердить, что передача дел в СБУ или в Госбюро расследований, это вызовет критику наших партнеров. Не для того создавали НАБУ и САП, для того, чтобы все серьезные дела по коррупции передать другим институциям. Но это только часть проблемы. На самом деле сейчас СБУ и Госбюро расследований перегружены. У них сейчас дел выше крыши, в том числе по госизмене. Я не думаю, что у них сейчас есть свободные следственные кадры для того, чтобы еще заниматься делами по коррупции. Поэтому пусть делами по коррупции занимается НАБУ и САП. Это их подследственность. А вот наказание должно быть точно так же, как за госизмену. Но здесь стоит отметить, что законопроекта еще никто не читал. И те, кто кричат о том, что нельзя из СБУ давать еще больше полномочий. Правда ведь, действительно, дождемся законопроекта. Возможно, там как раз и будут прописаны расширенные полномочия НАБУ и САП. Совершенно верно, да. Не надо сейчас бежать впереди паровоза, придумывать какие-то конспирологические версии. Я просто говорю по логике. Я не думаю, что сейчас там есть смысл перегружать СБУ еще и делами по коррупции. Владимир Вячеславович, если говорить о той информации, которую недавно озвучила украинская разведка, она предупреждает о том, что мы стоим на пороге нового этапа информационной войны со стороны Российской Федерации. ГУР сообщает, что 25 числа этого месяца в администрации Путина состоялось совещание, там и Кириенко принимал участие, и многие другие, относительно того, чтобы вести новый этап информационной войны в украинском и мировом информпространстве. Тут многие тезисы даже появились в открытом доступе. Тезисы того, как именно хотят с нами бороться, бить на то, что массовая мобилизация, будут отправлять на фронт всех украинцев, говорят о том, что... И что контрнаступление наше не имеет успехов, это еще один месседж о том, какая прекрасная жизнь на временно оккупированных территориях, в частности, в том же Мариуполе. Скажите, пожалуйста, почему эти новые методички, скажем так, и новые нарративы, новые старые, появились вот именно сейчас? Чем это связано? И будет ли делать очень большую ставку Российская Федерация именно на озвученное нами с Алексеем Вышим? Ну, во-первых, отмечу, что информационная война против Украины ведется с первых дней вторжения. Она велась и до вторжения, но с момента вторжения она усилилась. Она направлена как на украинское общество, хотя доступ ограничен, потому что у нас не работают российские телеканалы, ограничен доступ к российским социальным сетям, и причем это еще давно было сделано, еще в 2014-2015 годах, да, но они работают и на Запад очень активно. И там методы отработаны, включая коррупцию. У них есть прикормленные журналисты, там лауреатов, там, правда, престарелого лауреата Пулитеровской премии в США, которому уже там давно за 80 лет. Ну, он работает просто по российским методичкам, там, про след то Украины, то США, как бы постоянно выбрасывает информацию, причем именно так, как это подается в самой России. Это как пример. И информационная война ведется давно, просто сейчас новый этап, действительно. Чем это обусловлено? Во-первых, начинается уже, мы это видим, президентская избирательная кампания в России. Пока неформальная, неофициальная, но она начинается. Зачистка информационного поля происходит. Все, кто мог помешать, либо устраняют физически, как Пригожина, либо в тюрьму посадили, как Гиркина-Стрелкова, и даже там ряд других людей. Например, там было общественное движение, которое контролировало избирательный процесс. Абсолютно невинное. Но, тем не менее, как бы его сопредседателя на всякий случай посадили в тюрьму, ну, чтобы не мешал. Да, ну и надо создавать, конечно, такую позитивную картинку, что Украина проигрывает войну якобы, что наступление неудачно, хотя мы видим сейчас каждый день информацию о медленном, но уверенном, неуклонном продвижении на юг. Тяжелое продвижение, преодоление минных полей, но оно идет вперед. Это признают и наши партнеры американские. А россияне своим рассказывают, что нет, Украина якобы проигрывает войну. И вот эта картинка о хорошей жизни на оккупированных территориях, это, конечно, для россиян в первую очередь. Хотя там, кстати, находится немало людей, которые задают закономерный вопрос. А за что боролись, как бы? Мы тут живем плохо, а тут вы показываете картинку, как хорошо живет в Мариуполе. А я в своем Задрюпинске живу хуже, чем в Мариуполе. Это как? Это как-то несправедливо, нехорошо. А на самом деле в Мариуполе, там продают квартиры или дают квартиры россиянам, местных гнобят и преследуют, в том числе и особенно за связи с Украиной. Вот какая реальная картина. Потом война продолжается. Пока до Мариуполя, может быть, меньше достают, а в Запорожской области, в Донецкой, Луганской идет война. Поэтому об этом стараются не говорить. Ну и, конечно, пытаются играть на усталость от войны. И у нас, и на Западе. Естественно, уже война идет больше полутора лет. Война идет на нашей территории. И, конечно, есть у людей усталость определенная. И в России пытаются это использовать. Пытаются вкидывать темы для того, чтобы рассорить нас, противопоставить одни группы украинского населения другим. Пока это не срабатывает. Но они надеются все-таки вот этот вирус, этот яд, который они впрыскивают в украинское общество, что это какой-то результат им принесет. Похожим образом пытаются работать и на Западе. Вот, например, вот они пытаются сейчас сбрасывать тему о том, что якобы собираются украинские войска сдать Купинск. Это для того, чтобы возбудить нашу патриотическую общественность. Никто не собирается ничего сдавать. Но вот ложь вбрасывают для того, чтобы возникнуть конфликт внутри Украины. А для западной аудитории они рассказывают другое. Что вот какие украинцы, они столько сил положили, столько людей, защищая Бахмут. Сейчас вот хотят то же самое. Вместо того, чтобы наступать на юге, они будут превращать Купинск в новый Бахмут. Мол, это неправильно, это глупо, это неправильная трата российских денег. Сейчас вот, кстати, тоже вбрасываю тему в США. Симпатики такие, либо явные, либо неофициальные симпатики Путина. Начинают кампанию с критикой Украины, что Украина якобы отменила выборы. Война идет на нашей территории. Но вот специально, что Украина якобы не демократическое государство, поэтому не надо помогать Украине. Это тоже тема, которая продвигается российской пропагандой. К сожалению, часть западных политиков не критично воспринимает эту информацию. И вольно или невольно тоже начинает подыгрывать российской пропаганде. Поэтому да, они сейчас активизировали свою информационную кампанию. И со спецификой, с учетом нюансов ее разделяют одни нарративы, одни тезисы для украинской аудитории, другие для западной. Но усиление происходит. И поэтому всю эту лживую информацию надо вовремя разоблачать. Нам надо работать вместе с активной и общественностью, и журналистской аудиторией, и у нас, и на Западе, для того, чтобы разоблачать вот эти новые российские фейки. Владимир Вячеславович, кстати говоря, в развитии вашей мысли о том, что щупальца российской пропаганды не распространяются и на западные страны, вот появилась информация от Deutsche Welle со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ, что немецкие правоохранители фиксируют непрерывные попытки россиян сеять дезинформацию с помощью подставных аккаунтов, одним словом, в пабликах, в соцсетях и так далее. Вот по вашему мнению, о чем это говорит? Это говорит, что некую особую ставку делают именно на Германию в Кремле, либо это просто тот случай, который оказался в вольном доступе и он скрылся? Ну, я думаю, что это конкретный пример, который сейчас выявлен. Но то, что ставка особой делается на Германию, вот в данном случае, несомненно, в Европе Германия объект номер один. Из Германии работают отдельно, работают и с другими странами. Есть своя агентура, свои прикормленные политики, журналисты во Франции, в ряде других стран Европы, самых разных. В США, вот я упоминал, вот я называл этого журналиста Херш. Ранее был уважаемый человек, а сейчас мы просто как рупор российской пропаганды работаем. Каждый раз вбрасывает темы, именно те темы, которые продвигает именно российская пропаганда. Ну, просто очень показательный пример. Что касается Германии, ну, уже немецкая пресса пишет и приводит конкретные примеры. Это, кстати, вот странная даже вещь для нас. У нас по Конституции даже запрещено иностранное финансирование. Нельзя из-за рубежа финансировать деятельность политических партий в Украине. А оказывается, на Западе это вполне возможно. Вот даже удивительно. Вот сейчас идет война. И уже сделан, конечно, шаг по сравнению с тем, что было раньше, там, в 2014 или 2015 годах, когда вот только начиналась гибридная война против Украины. Тогда ведь свободно действовали Russia Today, Sputnik, масса других российских средств массовой информации на Западе. Сейчас многие из них закрыли. Это уже огромный шаг вперед. Но, тем не менее, сохраняются активные связи. Партия «Альтернатива для Германии». Они тесно связаны. Есть даже конкретные примеры финансирования их поездок, их отдельных мероприятий. Их подкармливают водкой и русской икрой на приемах. Это тоже открыто происходит. Бывший канцлер Шрёдор туда приходил. Вот лидер партии «Альтернатива для Германии». Некоторые активисты этой партии были задержаны по делу о так называемом «Бундес-перевороте», когда тоже была сеть выявлена немецкими спецслужбами. Несколько тысяч человек, которые пытались переворот в Германии совершить, антиконституционный. Как бы хотели новый рейх организовать. И некоторые из этих людей напрямую были связаны с Россией, с российскими спецслужбами. Так что есть над чем работать. И, к сожалению, это не единичные примеры. Я напомню, еще в прошлом году в результате журналистских расследований было выявлено, что в целом ряде стран Восточной и Центральной Европы работала агентура, целая сеть, это сотни людей, и журналисты, и политики, которые получали просто гонорары от российских спецслужб. Кэшем, скорее всего, может быть, какие-то другие ценные подарки. Но это как раз пример того, как работает Россия. Работает коррупционным путем. И, к сожалению, до недавнего времени это работало очень эффективно. Сейчас, я думаю, что западным спецслужбам и правоохранительным органам просто надо и законодательство ужесточить, и усилить свою работу по явлению вот этой российской агентуры. Да. Спасибо огромное вам за этот разговор. Владимир Фисенко присоединялся к нашему эфиру. Благодарим. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин